А вот она, мальчик, красивый! Привет, привет! Приезд гостей стал для 15-летнего Жени Власенко настоящим праздником. Шары, конфеты, игрушки. Таким подарком ребенок-ангел, как называют детей с подобными заболеваниями, искренне рад. Микроцефалия, ДЦП и еще много сложных диагнозов. Но мама говорить о них не любит. Просто ее ребенок особенный. Таких детей не считают за обыкновенных детей. И отношение совсем другое. Сколько нам говорили, чтобы отставить его и сдать в дом инвалидов. Но как бы ни было тяжело одной растить сына в отдаленном поселке, Татьяна сдаваться не думает. С помощью еще одного подарка – ноутбука – она сможет заказывать необходимые справки, записываться на прием к врачам, а главное – писать тульским специалистам, которые могут сделать бескровную лазерную операцию. Эта встреча, признается Татьяна, для нее как глоток свежего воздуха. Ксюша Кириллова из села Черняево района имени Лазо тоже очень ждала особенного гостя. В свои 10 лет она никогда не была в цирке, но при виде шумной кампании, как все дети, немного засмущалась. Успехов в учебе и всего хорошего! Ноутбук тоже пришелся кстати. Без него осваивать новую учебную программу было бы гораздо тяжелее. Хотя сложности девочка с диагнозом ДЦП не боится. Шесть лет назад ей сделали операцию, после которой она начала ходить. Теперь семья готовит документы для следующей. Подарок поможет не терять связь с семьей, когда Ксюша будет на лечении. Это нам очень большой помощник. Что нам надо сказать? Спасибо. Более 7 тысяч работников учреждений культуры Хабаровского края отправили смс-пожертвование. Адресную помощь планируют оказывать и после окончания благотворительной акции. Я думаю, что этот приезд останется в памяти у них на всю жизнь. И они у себя в памяти отложат, что люди добрые есть в этом мире. И их гораздо больше. И они гораздо больше могут сделать вместе. До окончания телемарафона осталось всего несколько дней. Спешите творить добро! Надежда Лавриненко, Константин Крутиков, Вести, Хабаровск.